Друзья, привет! Сегодня хотелось бы поговорить на тему «Ждет ли Россию дефолт?». И у меня действительно последние несколько дней разрываются телефон, директ, сообщения по поводу того, что мы прочитали во многих СМИ и в Bloomberg, и в Reuters и так далее, что Россия не сможет расплатиться по своим обязательствам, нас ждет дефолт, все плохо, гипс снимают, клиент уезжает. Давайте разбираться, ждет ли нас это. Сразу скажу, что дефолт а-ля 98-й год нас не ждет, потому что в 98-м году страна физически не могла расплатиться вообще по своим обязательствам, и это прям капитальный дефолт. А что нас может ждать, это технический дефолт, это отличие от обычного капитального дефолта в том, что, в общем-то, мы можем расплатиться, но не сейчас. А теперь давайте детали. Если мы говорим про то, какие бумаги находятся в зоне риска, это российские еврооблигации. Если говорить про конкретику, это именно суверенные российские еврооблигации, которые выпущены Минфином. Что там такого случилось? Смотрите, если мы говорим по поводу еврооблигаций, то 16 марта 2022 года и 31 марта 2022 года мы должны, ну точнее Минфин, должен выплатить купон по еврооблигациям с погашением в 2023 году и в 2030 году. Соответственно, то есть до 16 марта это по бумагам с погашением в 2023 году и 31 марта по бумагам с погашением в 2030 году. Ну вот проблема, вот беда. Ну, во-первых, часть активов ЦБ заблокирована, но даже не в этом проблема. Проблема в том, что со стороны Соединенных Штатов, Евросоюза, Швейцарии и ряда других стран введены санкции в виде запрета на любые транзакции с участием Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния. Есть только одна исключительная лицензия на сделки с участием ЦБ, связанные с энергией. Ну, то есть это нефть и нефтепродукты. Все. То есть невозможно сейчас чисто физически нам выплатить купон по нашим суверенным еврооблигациям иностранным держателям. В тех странах, которые ввели против нашего ЦБ вот такие вот санкции на любые с ним транзакции. Вот такая вот ситуация. Конечно, вы можете сказать, а может быть они могли бы расплатиться как-то в другой валюте или переиграть. Вся проблема в том, что да, действительно, начиная с 2016 года Россия добавляла особые условия, что если по причинам, которые не зависят от государства, станут невозможны выплаты в долларах или евро, платежи идут в фунтах или франках, а если и так невозможно, то в рублях. Но в сегодняшнем моменте санкции против сделок с ЦБ, Минфином и Фондом национального благосостояния сформулированы так, что даже в рублях расплатиться невозможно. То есть никакие транзакции недоступны. Поэтому, что нас с вами ждет? Но первое, если мы говорим про позицию ЦБ, то по российским инвесторам их позиция, что решения о невыплате купонов нет. По иностранным инвесторам, а вот здесь интересно, по иностранным инвесторам, как мы с вами знаем, введен запрет на выплату иностранным инвесторам дивидендов и купонов. В части наших еврооблигаций суверенных, это запрет выплаты депозитариям по еврооблигациям, которые выпущены российским имитентом, это Минфин, и головным депозитарием, по которым выступает российский центральный депозитарий. То есть иностранцам купон не придет, если грубо, россиянам, российским инвесторам купон придет. Теперь, внимание, вопрос. А есть какие-то тонкости? Тонкости есть, и вот какие. Если вы, как россиянин, покупали наши еврооблигации через иностранного брокера или иностранный банк, иностранную страховую компанию и так далее, и так далее, то номинальный держатель это иностранец, и вы купон не получите. Если вы покупали наши еврооблигации через российского банка, брокера и так далее, то вы российский держатель, и по вам решения о невыплате купонов нет. Поэтому сейчас покупка российских бумаг через иностранные структуры становится рискованной историей, потому что вы не будете получать дивиденды и купоны. В отношении, сразу скажу, наших еврооблигаций корпоративных история другая. Потому что вы можете сразу сказать, ой, а как же так, если я куплю еврооблигации, там, условно, Газпром, Лукол и так далее, я тоже, если я через, например, иностранного брокера или иностранный банк это куплю, я купонов не получу. Там другая история, друзья. Корпоративные еврооблигации наших компаний, они выпускаются иностранными юрлицами, SPV-шками. SPV это Special Purpose Vehicle. И это иностранное юридическое лицо, которое зарегистрировано, как следует из названия, не на территории России. И они хоть и подконтрольны российским компаниям, но они не подконтрольны, соответственно, российской инфраструктуре. И поэтому по российским еврооблигациям выплаты купонов происходят. Они идут через иностранные депозитарии, Евроклир и Клирстрим. Но порядок вот этих выплаток купонов определяется депозитариями. И если, например, по нашей еврооблигации купон отправлен, но по какой-то причине получатель его не получил, то это не считается дефолтом техническим. А вот если говорить про наши суверенные еврооблигации, то иностранные держатели купон, скорее всего, если ничего не поменяется, они не получат. Да, если мы говорим про то, когда может быть объявлен технический дефолт, то здесь это, конечно, не 16 марта. Здесь есть льготный период, про него я чуть позже скажу. Кстати говоря, про наши корпоративные еврооблигации. Наверное, по этой причине, что здесь нет запрета на купоны, зарубежные инвестдома начали скупать просевшие еврооблигации наших компаний. Газпром, РЖД и так далее. Если мы вернемся к теме нашего сегодняшнего ролика, по поводу суверенных еврооблигаций нашей страны, то на сегодняшний момент, вот прямо на сейчас, да, риск технического дефолта есть. Да, есть. Когда он может быть объявлен? Если мы говорим про ближайшую выплату, это еврооблигация с погашением в 2023 году, то купон должен быть выплачен 16 марта, но по ним есть 30 календарных дней, в течение которого можно еще заплатить купон, и это техническим дефолтом являться не будет. То есть, грубо говоря, до 16 апреля, получается, у нас с вами есть время подождать, есть технический дефолт или нет технического дефолта. Является ли санкция основанием технический дефолт не признавать? По мнению рейтингового агентства Moody's, они считают, что это не причина не признавать технический дефолт. Поэтому, если ничего кардинально не поменяется, то иностранцы не получат купон по нашим суверенным еврооблигациям. К чему это может привести? Ну, это значит технический дефолт. Вопрос, можно ли его признать избирательно. То есть, что в отношении вот этих товарищей мы не выплатили, а в отношении вот этих товарищей, в смысле там, россиян, российских инвесторов, мы выплатили. Поэтому технический дефолт касается только иностранцев. Здесь, что называется, надо посмотреть. В моей практике такого не было. Напишите мне, если у вас такая практика была. Но если это будет признанный технический дефолт, дальше это будет какая-то реструктуризация, и какая она будет, это один большой вопрос. Поэтому я сейчас не советую вам покупать российские еврооблигации суверенные. Нет. Тем более не брать, я вообще не рекомендую сейчас брать, российские бумаги, облигации и акции через иностранных профучастников, потому что у вас будет проблема с получением дивидендов и купонов. И если говорить про вообще любые еврооблигации, я рекомендую пока с российскими имитентами все-таки подождать. Но если уж вы и хотите рискнуть с пониманием тотальных рисков, то тогда это корпоративные еврооблигации, боже упаси, не субординированные, и, конечно же, не банков, которые попали под санкции. Тогда, естественно, можно смотреть, но с пониманием, что риск очень-очень высокий. Поэтому в сухом остатке, друзья, дефолта 98-го года мы не ждем. Может быть, и то не факт, может быть, если ничего не поменяется, будет технический дефолт по суверенным еврооблигациям и ближайшая купонная выплата 16 марта. Посмотрим, пройдет она или не пройдет, и что будет придумано. И у нас будет с вами еще 30 дней, чтобы посмотреть, смогут ли придумать решение или нет. Или, может быть, договорятся раньше. Но в любом случае, пока от еврооблигаций суверенных я вас предостерегаю, и приобретать их на просадке и думать, что да, вдруг все будет хорошо, я считаю, что это слишком рискованная стратегия. Но это мое мнение. Безусловно, каждый принимает решение самостоятельно, друзья. Остаюсь с вами на связи и буду записывать новые ролики по мере появления вопросов. Я читаю все комментарии, но просто реально не успеваю на все ответить. Просто полнейший перегруз. Я напоминаю, что сегодня вечером в 19.30 у нас закрытый стрим, где мы обсуждаем актуальные вопросы современности и отвечая на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...